Всем привет! Сегодня обозреваем и тестируем нож Pocket Bushman от Cold Steel Нож очень такой неоднозначный, очень необычный, необычной своей концепцией Необычной своей, не побоюсь слова, брутальностью Но это... Я, допустим, ни одного из производителей подобного ножа не видел По сути Pocket Bushman является складной версией ножа Bushman от Cold Steel Такой себе очень суровый ножичек Вот... Бушман, который не Pocket, по сути является наконечником копья Который вот снято с древка и используется отдельно от него Но всегда готово быть присоединено к древку и использовано по назначению Колоть диких животных, дикие племена, завоевывать земли и так далее Pocket Bushman, так сказать, гражданская или складная версия ножа Bushman от Cold Steel Приходит вот в такой вот коробочке Вот... Тут у нас различные надписи Коробочка довольно-таки типична для продукции Cold Steel Здесь у нас в коробочке бумажка Многим известная Здесь у нас не щелкающие пупырышки И вот такое вот колечко Но оно было на ноже Вот так вот это все выглядело Обычная для Cold Steel упаковка Теперь сам нож Сам нож, он уникален в простоте конструкции Ну и, как уверяет нас господин Ли Томпсон, надежностью Рукоятка ножа не имеет классических накладок И, по сути, таковой и является накладочкой Вот здесь вот, если мы посмотрим сверху Она имеет такую одутловатость И, предположительно, это должно занимать объем в руке Я так немножко его попользовал Ну так, по мелочи Абсолютно никаких сложных работ я не выполнял с ним Нож мне показался достаточно удобным Но дальнейшее это все в тестах Давайте откроем Да, кстати, про открывание Вот здесь вот есть такой вот шпень Брутальнейший из шпеней По сути, какой-то обрезок болта С запиленной шлицом под отвертку Вот, прям резьба Так вот За этот шпень Нож открыть, конечно, можно Но довольно-таки туго Поэтому Лучше, как мне показалось, нож открывать За лезвие Здесь у нас на клинке Кое-какие иероглифы Pocket Bushman С другой стороны Cold Steel И сделано это все дело в Тайване Осевой винт с одной стороны Под торкс С другой стороны Глухая шляпка Cold Steel уверяет нас о том, что Схема запирания Которая используется в этом ноже Она обеспечивает максимальную Прочность конструкции И защиту руки владельца ножа Закрывается нож Вот при помощи вот этой паракортины Которая привязана к ножу Производителям То есть мы оттягиваем замок И складываем нож По-другому это как-то сделать Но, мягко говоря, не представляется возможным Может и можно, но Это будет немножко травмоопасно При помощи паракортины Все это происходит нормально Клипсочка Клипса довольно-таки высокая То есть при каждодневном ношении Этот нож будет значительно Выступать из кармана Клипсу можно переставить На две стороны Лезвице Такой у нас на лезвии Финишный сатин Или не сатин А как это называется правильно Стоун-вош Больше всего так похоже Он не очень маркий И не оставляет явных отпечатков пальцев на себе Заводская заточка Отличная Отличная Нож можно не подправлять А прямо из коробочки Использовать по назначению То, что касается Массогабаритных характеристик ножа Давайте сделаем вот так Общая длина составляет У нас что-то около 26 сантиметров При этом Клин 11 И эффективная длина Лежащей кромки 10 сантиметров Нож Довольно-таки увесистый Давайте сейчас его взвесим Лучше будет В сложенном состоянии И мы видим 185,5 граммов То есть Не самый такой легенький нож И возможно Как на каждый день Он будет Слишком габаритным И Слишком тяжелым Как я вижу этот нож Я не знаю Я хотел бы для начала Попользовать его в качестве EDC Ну может быть я такой Извращенец Но тем не менее Хотел бы попробовать его в качестве EDC И возможно Я смогу для себя Позиционировать этот нож Как какой-то Походно-туристический Все, дальше покажу Тесты Как он себя поведет В конкретных условиях Совмещая приятное с полезным Делаем Помидорно-угурцовый салат Нож От Cool Steel Pocket Pushman Как-то Необычно что ли Дело в том, что я не сказал при обзоре Обушок-то у ножа такой Не слабенький И спуски от обуха Но тем не менее Не знаю Такое ощущение, что При резке продуктов Кажется, что Эта работа не для этого ножа Но нож явно просится На какие-то более грубые Более жесткие работы Но тем не менее При достаточном Запасе остроты Назовем это так С помидором Справляется Отлично На отличном вреде Ну вот Помидоры В сторонку Тут у меня вот такой вот Нуглец Похожий на жилчик Китайский Не в смысле Он с Китая привезенный В смысле Как-то там Сортах так называют Длиннючие такие Колючие растут Ну-ка еще Еще раз Да Немножко подкалывает Немножко при резке Грец колется Но достаточная острота В принципе Ножа Позволяет Справляться С такими работами Мне кажется Что Если В каких-то Походных Условиях То он С успехом Справится С любой Работой По кухне Сальце Довольно-таки Тоненько Можно отрезать Да В качестве резака Такого По продуктам По продуктам Но Справляется Отлично Довольно-таки Контролируемый Рез Никаких Абсолютно Проблем С этим Нету Все режется Четко Заводская Острота Заточка Он Не позволяет Выполнять Довольно-таки Деликатные Работы Без вопросов Полевые испытания Cold Steel Pocket Bushman Здесь будем проводить Такая местность Хорошенькая Сосничок Просторы На перспективу Костер Для антуражу Сейчас попробуем С ним поработать Порежем Дыньку Для начала Пахучая рыба Как режем Так Или поперек Значит вдоль Вот тут Bushman Все дела Как масло Горячий нож Вообще Никаких сопротивлений А Я понял Это нож Для дыни Специально Колстил Сделал Нож Для дыни Отлично Режет Вообще Супер Вообще Супер Класс Ну вот Как-то так Приятного аппетита Нам и вам Попробуем Построгать Деревяшечку Деревяшечку Ни разу Еще не делал Самому Ого 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 Вот и открылась Странная сущность Этого ножа Руку мнет Не то слово Это нож Реально Не для силовых работ Или в перчатке Сейчас Кстати попробую Надеть перчатку Посмотреть Что будет Будет ли удобней Намного Но без перчатки Этот нож Абсолютно Не предназначен Для силовой работы И кроме того У меня складывается Впечатление Что Нож По дереву Не работает Это не его Ну как бы Это не сканди Да В любом случае Сейчас попробуем Перчатки Деревяшка Сухая Сухая Как звон И строгать этим ножом Реально проблема Мнет Руку Вот здесь И вот здесь Вот под мизинцем Вот эти вот края Рукоятки Абсолютно Абсолютно Ножни для строгания Дерева Ну понятно По мягкой И сырой Деревях Это будет Все гораздо Веселее Но вот По сухой Давайте Например Сравним С чем сравним Что у меня здесь Вот У меня здесь Мора Компаньон Все ножи Проходят Как-то невольно Сравнение Именно с этой Мурой По-моему Разница Очевидна Мора Грызет Руку Не мнет И процесс Строгания Происходит Гораздо Веселее Щипа от моря Вот это Нож для дерева Сразу видно Мора Компаньон Покет Бушман Чвирк Чвирк Застрогание Карандаша Такой Брутальный Меганожик На самом деле По деревях И только По карандашу Я Я реально Не ожидал Такого результата Я думал Ну он хотя бы Ну я не знаю Ну вот Ну вот Да Вот это Ну вот Реально Его щипа Да Сейчас Сделаю Щипу Из моря Вернее При помощи Моры Сниму Кору Ну Я конечно Постарался Ну Но при прочих Равных Усилиях Толщина Да Ну это Мора А это Cold Steel Да и по Ощущениям Мора Реально Выгрызается Режет Деревяху Хотя Эта Мора По настоящему Точилась Уже Бог его знает Когда Но в этом году Вот она Со мной Все лето Во всех Вылазках Ни разу Не точенная Прекрасно Режет Вот она По деревяшечке Отлично Грезет И Cold Steel Тоже ни разу Не точенная Но он из коробки Вот Два помидора Порезали И дыню И огурец И все Кроме того Здесь вот Нету Чойла Здесь вот Палец Класть Для силовой работы Реально Как-то Не хочется То есть Если Вкладываемся В нож Вот как Сделана По профилю Рукоятка То Очень Очень Большой Рычаг И палец Вернее Ладонь Вот в этой части Реально Очень сильно Номинается Ну в общем Строгать Тут уже И смысла Нету Особого Хотелось бы Может быть Еще Попробовать Кончик Ну вот Глядя на него Такой вот Он Достаточно Тоненько Сведенный Такой Острый Кончик Вот Как-то Вот Не хочется Его ломать Ладно Посмотрим Дальше Попробуем Разбатонить Вот это Вот Деревяха Тоже Сухая Я вот Как-то Не сторонник Вот этого Батонинга Ну как Не сторонник Смысла Практического В нем Не вижу Ну Кто-нибудь Реально В условиях Дикой природы Дрова Батонинга Для костра Если есть топор Вы рубите Дрова на топор Дрова на костер Топором Тут понятно Если у вас Нету топора То вот этим Ножом Нарубить Дрова на костер Да вы раньше Согреетесь Пока В общем-то Батонит Это так В общем Как это Называется Для Для отметиться Батонит Нормально Че с ним будет Цельно-металлическая Конструкция Спуски От обуха Батонить Позволяют Запросто Вот такие Вот Деревки Баночка Консервов Супротив Колдстила Жалко Ножа К тому же Нож Не предназначен Для вскрытия Банки Кирки Ну не знаю Правда Жалко Ну конечно Вскроет Там Примнется Где-то Лежущая кромка Все это Поправимо У меня в рюкзачке Отыскался Специальный Инструмент Ганза G301 Всю жизнь Думал Что здесь Набор инструментов Вот это Вот лишнее Открывашка Вот она Какая А тут Оказывается Может пригодится Иногда В общем Попробую Тем более Ни разу Этот инструмент На мультитуле Килька пенная Килька пенная Как вечеринка Переболтала Наверное Бедно Сегодня Ходим Весь день Вот эта Баночка Ой-ой-ой Банка Кильки Пенная Как вечеринка Ну В общем Открывает Немножко По Концепции Использования Похоже На Викторинокс Только Викторинокс Лучше Как мне кажется Но тут Такой Такая Возможность Проверить Инструмент Ни разу Не использованный Оба 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 Ганзов Ж301 Лучшая Открывашка В мире Китайских Мультитулов Ну В общем Как-то Так Получилось Подытожим Немножко Значит Нож Если честно Я не понял Я не знаю Как его Реально Применять Для Леса Он Слишком Неудобен Особенно То что касается Силовых Реза По деревях Для города Он Как бы Великоват Не знаю Посмотрим Будет дальше Попробую Его поносить В режиме EDC Вполне возможно Как-то Распробую При общем Конструктиве При общей Надежности Cold Steel При достаточно Неплохом Клинке Как Для работы Там По продуктам Например Да Очень Неудобна Рукоятка Я понимаю Что это Все-таки Бушман И тут Аскетизм Конструкции Как бы Это очень важно Но тем не менее Для Каких-то силовых Работ Этот нож Не подходит И плюс Он плохо Лежит Дерево Смотрим Как он Чувствует Себе В кармане Так это Выглядит Довольно-таки Тугая клипса Довольно-таки Много Видно Снаружи Ножа Доставать Лучше За темлячок Ну Вот такой Вот нож Так Я его Увидел Всем Спасибо Всем Пока